Рельеф По абсолютным отметкам местности выделяют, есть ли высота до 200 метров, это низменности, а 200 до 500 это равнины с возвышенностями. Выше 500 это плато на горе и плоскогоре. Самая высотная равнина Тибет высотой 4-4,5 километра. Горы узкие, вытянутые, участки поверхности атмосферы, возвышающиеся передвигающими районами, равнинами более чем на 500 метров. На карте, физической карте, показывается не рельеф, а абсолютные отметки местности. Если бы показывались, показывались на рельеф, то равнины бы все выливы однотонного зеленого цвета, а горы однотонного коричневого цвета. Показываются абсолютные отметки местности. Выясним реальную картину рельефа поверхности атмосферы. Для этого проведем, такой графический профиль построим, от Смоленска через Урал до реки Ениси через западно-сибирскую равнину. Вот если на линии появится такое возвышение кверху, то стало бы на этом месте можно говорить, что горы есть, а равнины будут ровные участки поверхности. Значит, рассуждаем так. В одном сантиметре 250 километров. Расстояние от Смоленского до Урала где-то здесь 6, получается 1500. Ширина Урала 250-300 километров, 1 сантиметр. Ну и западно-сибирская равнина 6 сантиметров, значит, получится длина профиля 1500 километров. Теперь построим вертикальный часть профиля. Смотрим, московская возвышенность имеет высоту 319 метров. Рассуждаем так. В одном сантиметре 250 километров. В одном миллиметре 25 километров. В одной десятой миллиметра 2,5 километра. А в одной сотой получается 250. То есть приподнять надо меньше, чем на одну сотую миллиметра. То есть сделать это невозможно. Линия останется прямой. Походим к Уралу. Максимальная высота Урала, гора народная. Высота 1895 метров. Как мы понимаем, она будет поднимется на нулевой линии менее, чем на один миллиметр. Технически делать нельзя. Оставится прямая линия. Делаем вывод. На Земле планетарном масштабе гор нет. Они, конечно, есть. Но это исчезающие малые неровности, стремящиеся к равнину, к нулю. Ну, если же заниматься хозяйственной деятельностью в горах, то, конечно, на гор на осмотры размера человека, то есть около двух метров. А вот для муравья любой валу, ну, будет громадной дорогой. Рассматривайте. Считается, что строение гор и равнин принципиально отличное. Если горы складаются с кланчатыми антиклинорами, вот такими, то равнин – это платформы на горизонтальном залегании слоев. Рассмотрим реальное геологическое строение равнин и гор. На примере западной сибирской равнины, Урала и восточной европейской равнины. Вот, покажем. На Уральских горах лежат палеозойские отражения. Палеозовые. Продолжаются и под равнинами. Палеозовые. Верхняя часть на восточное европейское равнине – перские отражения. А от западной сибирской лежат мезозойские отражения и кайнозойские отражения. Видим, что строение равнины и гор, в принципе, одно и то же. Но на равнинах распознаны более молодые отражения, чем в горах. Почему? Отложения пески и глины могут накапливаться на поверхности литосферы, если она прогибается, как высыпаясь в яму. Поэтому равнины прогнулись, а горы, как древние равнины, остались. Когда я прошу студентов показать стрелкой, как образуются горы, нарисовав два участка. Вот это равнина, будущее, а это горы, то 50% порисуют так, горизонтальную стрелочку. Я говорю мел, и говорю, сейчас опущу мел, он полетит горизонтально. Может такое быть. Все соглашаются, и нет. Мы зачеркиваем. Другая эквивалива, нарисовали стрелочку вверх, горы поднимаются. Я говорю, вот лежу мел, опускаю, полетит вверх. Может такое быть, не может быть, зачеркиваю. Но после раздумий многие студенты говорят, да, стрелочку нужно поместить вниз. Почему? Оказывается, есть закон всемирного тяготения, который говорит о том, что все к земле притягивается, а не поднимается от нее. Ну, для того, чтобы поднять горы, значит, твердые вещества, нужно применить механическую энергию. Как известно, с глубины она не поднимается. Малой механической энергию. Нужно еще рычаг иметь и точку опоры. Ну, понятно. Вот, вот и есть. Что это такое. Поднять надо рычагом и точкой опоры. И воздействует направление на эту сторону. Ну, скажите, пожалуйста, какой рычаг и какую точку опоры нужно иметь, какие прикладывать механические усилия, чтобы поднять Кавказ, где Малайские горы. Фантастика. Это вообще природей быть не может. Таким образом, горы на Земле в планетарном масштабе нет. А это останцы от прогибания более древней равнины, которые остались при проседании соседних, более молодых равнин. Вот если проседание произошло далеко друг от друга, а остались отсыдные участки древней равнины, это плато, то есть это равнина. А когда близко, называют горами. Ну, разницы никакой нет. Таким образом, получается, что гор в планетарном масштабе нет. Но вот есть же объемные карты, где прекрасно показаны Уралы, показаны горы. Смотрите, горы, возвышенности и равнины. Прочитаем приложение. Оказывается, что вертикальный масштаб для гор увеличен в 12 раз, а для возвышенности 64. Но почему 64? А если 100, тогда бы горы были ниже равнины. Ну, нельзя же сказать масштаб. Он должен быть вертикальный и горизонтальный одним и тем же. Ну, где мы встречаемся с специальным искажением вертикального масштаба? Это вот аттракцион комнаты смеха. Вот, как смеемся мы, видя себя вытянутыми по сравнению? Что же вызывает смех? Смех вызывает неприятие видимого. Нет, я не такой, не такая, каким вижу себя. А здесь увеличение. 64 раза. И себя бы ниточкой не видели. Это ультра комната смеха. И, конечно, такие карты при обучении в школе не должны применяться. Вот, если автомобиль нарисовать в грузовой и увеличить масштаб вертикальный, тогда получится вот такая картинка. Вот этот автомобиль, понятно, может привозить груз 5 тонн со скоростью 40 км в час. Скажите, как этот будет привозить? Конечно, придумать можно, но это будет все нереальное. Поэтому объяснение нереального рельефа происхождения, конечно, выдуманное. Горы – это не пробунтые останцы от древней равнины, оставшиеся на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова